приветствую всех на канале есть поесть даже если вы небольшой любитель шоколадной выпечки обязательно приготовьте пирог по сегодняшнему рецепту он просто великолепен вкусный с волшебным ароматом и необычной структурой в целом пирог чем-то похож на пористый шоколад к тому же его отлично дополняют кусочки сочной груши делается такая выпечка очень быстро буквально все смешал и поставил в духовку и так в миску с мукой добавляю порошок какао соль ванильный сахар сахар и соду мне понадобится полторы чайные ложки без горки обратите внимание все лишнее я снимаю ножом отмечу что готовый пирог не имеет запаха соды все хорошенько размешиваю венчиком и пока отставлю в сторону и теперь смешаю все жидкие ингредиенты комнатной температуры к яйцам добавляю молоко растопленное и остывшее сливочное масло растительное масло без запаха и 2 4 столовые ложки коньяка или ликера я беру шоколадный и столовую ложку яблочного уксуса все хорошо размешиваю миксером взбивать не нужно высыпаю мучную смесь и размешиваю миксером сначала на малых оборотах а потом увеличиваю взбивать также нет необходимости просто доведу до однородности и достаточно посмотрите тесто получается довольно жидким выкладываю сюда груши предварительно очищенные и порезанные не очень мелко вмешиваю их в тесто лопаткой далее беру разъемную форму подойдет диаметр 20 22 сантиметра дно я покрыла пергаментом и слегка смазала маслом выкладываю тесто и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час а вы ориентируйтесь по своей духовке и на готовность как обычно проверяйте деревянной шпажкой она должна оставаться сухой даю пирогу полностью остыть и извлекаю из формы украшайте пирог на свое усмотрение я просто посыпаю сахарной пудрой можно как вариант нанести шоколадную глазурь ну вот отрезаю кусочек снаружи пирог хрустящий а внутри невероятно пористый и мягкий структура слегка рассыпчатая и слегка влажная благодаря кусочкам груш ну а простота приготовления дает дополнительный плюс к тому чтобы побаловать себя таким десертом сейчас я покажу таким образом чтобы лучше было видно структуру пирога посмотрите просто пористый шоколад повторюсь еще раз ни запаха ни вкуса соды это выпечка не имеет ну разумеется если вы четко следовали рецепту кстати вместо груш сюда можно добавить другие фрукты или ягоды особенно подойдет вишня в том числе и замороженная можно добавить и орехи самый лучший вариант я считаю это дробленный миндаль ну и помимо всего прочего этот бисквит можно испечь без добавок и использовать как коржи для торта друзья если вам понравился этот рецепт не забудьте поставить лайк а также обязательно напишите комментарий вам не трудно а я буду рада смотрите также на канале и другие рецепты шоколадной выпечки и не только и подписывайтесь на канал есть поесть а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео